Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами проект Белорусский авиадневник. Сегодня мы представим новый формат нашего видео-интервью. В данной рубрике мы будем общаться с интересными людьми, которые так или иначе связаны с авиацией в Беларуси. И сегодня нашим гостем стал Александр Сала, реставратор авиационной техники, авиамоделист, ранее работник Музея авиационной техники Минского аэроклуба ДСАФ. Александр, добрый день! Добрый день! Александр, расскажи коротко о себе. Мне 23 года. Родился и вырос в городе Скидель Украинской области. В 2014 году поступил в Белорусский государственный аграрно-технический университет в городе Минске. В 2019 году выпустился. Сейчас работаю в родном городе. Когда ты впервые побывал в музее авиационной техники? В первый раз в музей я попал в октябре 2014 года. В дальнейшем еще раз его посещал весной уже 2015 года. Через некоторое время ты стал волонтером музея. Расскажи, как это было, какие задачи перед тобой стояли? О волонтерской работе я узнал через сообщество волонтеров авиационного музея в Монино. И я задался вопросом, есть ли нечто подобное при Минском авиационном музее. Как оказалось, да, действительно, такие работы проводятся на волонтерской основе. И с помощью социальных сетей я связался с работниками музея, и они меня пригласили в помощь себе. Как у человека без опыта, естественно, к реставрационной работе и работе с посетителями никто не допускал. То есть первоначальная задача – это хозяйственная деятельность. Когда ты стал специалистом музея, как поменялась специфика выполняемой тобой работы? Официально сотрудником музея я стал спустя полгода, в июле 2016 года. И это повлекло за собой в первую очередь ответственность, поскольку теперь необходимо было проводить экскурсии, а для этого необходимы знания, опыт, который к тому времени уже наработался. И, соответственно, еще и реставрация самой авиационной техники, что тоже требовало, конечно, опыта и желания. В реставрации каких экспонатов тебе пришлось принять участие? Так или иначе, реставрационные работы проводятся на всех экспонатах музея. Это обычная, рутинная работа – зачистка чугов коррозии, обслуживание элементов планера, шасси и других механизмов. Но такие наиболее запоминающиеся работы мы проводили на вертолете Ми-26, где были восстановлены цепи электропитания и освещения, восстановление дренажных систем. Аналогичные работы мы провели на самолете Ан-2. Кроме того, на этом же борту мы восстановили привод выпуска закрылков. Музей авиационной техники часто остановился площадкой для различных мероприятий. Какие тебе наиболее запомнились? До переезда Минского аэроклуба ДОСАВ с аэродрома Боровая на аэродром Липки музей авиационной техники являлся, по сути, его лицом. И, соответственно, на базе музея проводились многочисленные мероприятия, такие как 31-й международный космический конгресс, фестивали про небо, рок за бобров, мост, встречи космонавтов, ну и многие другие мероприятия. С какими интересными людьми тебе довелось познакомиться в музее? За время работы в музее я познакомился с огромным количеством интереснейших личностей. Это и летчики, техники, космонавты, авиаконструкторы. Огромное количество людей, но наиболее ценю личное знакомство с такими личностями, как Олег Новицкий, Петр Климук, Владимир Коваленок, вот все трое космонавты-белорусы, а также летчика и телеведущего Леонида Якубовича и авиационного конструктора Аркадия Нарушевича, который создал знаменитый кольцеплан. Еще в процессе того, как ты работал в музее, ты стал заниматься реставрацией самолета Су-24М в Скиделе. Расскажи про то, как ты стал реставратором данного самолета и про сам самолет. В январе 2018 года из Барановичей в Скиделе прибыл самолет Су-24М для установки в качестве памятника. И узнав эту новость, я поспешил обратиться в Скидельский горосполком, чтобы, так сказать, оказать содействие, то есть заняться, по сути, волонтерской деятельностью непосредственно в отношении этого самолета. Я получил посильную помощь от властей и до сих пор занимаюсь реставрационными работами на этом борту. Первоначально это, конечно же, было восстановление окраски, которая очень сильно износилась за время хранения. И, собственно, была произведена полная окраска и восстановление всех элементов и обозначений. То есть самолет на данный момент, после перекраски, полностью соответствует тому своему виду, когда он еще бороздил просторы нашего белорусского неба. Какие дальнейшие планы, что еще думаешь восстановить на самолете? В планах дальнейшее обслуживание самолета, в первую очередь, это устранение очагов коррозии, которые уже появились, а также недопущение появления новых. То есть это герметизация люков, чтобы предотвратить поступление воды, и дальнейшая работа в плане косметического вида. С кем поддерживаешь связь в процессе реставрации? Кто помогает инструментам, советами? Кому ты оказываешь помощь? Происходит очень большой обмен информацией между мной и другими специалистами. Это и авиационные инженеры, сотрудники других авиационных музеев, того же авиационного музея в Монино. А также помогаю другим аналогичным волонтерам из других частей Беларуси. Как пример, Андрей Зайцев из Витебска, который обслуживает точно такой же Су-24М. Александр, спасибо за беседу. Хотелось бы пожелать дальнейшей плодотворной работы в реставрации памятника Су-24М в Скиделе. И вам спасибо за беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!